новое наступление россии удастся ли путину захватить весь донбасс до марта на каких направлениях возможны прорыв россиян то есть там у них есть прогресс и логично что они будут продолжать его там чем будут отвечать в с у подробности в эксклюзивном интервью военного аналитика дома купера поэтому именно там будет большое наступление началось в последние дни события на российско-украинском фронте стоит все более и более горячими российская армия отработав тактику самоубийственных атак пытается начать новую фазу войны фазу яростного давления на весу но где именно и какие участки фронта могут стать решающими об этом далее миссия оккупировать как можно больше территорий до того как в с у получат западные танки эксперты говорят что это последний большой бой путина а масштабные наступательные операции готовятся с двух сторон но у кого сейчас больше шансов так сейчас выглядит город бахмут с августа прошлого года одно из самых кровавых сражений российско украинской войны бои в районе бахмута не менее горячо в районах угледара и солидара чуть ли не ежедневно появляются сообщения перед дислокации войск рф на запорожское направление февраль и март давно прогнозировались как самые горячие месяцы войны масштабного русского наступления ждали так что же происходит на фронте и какие сценарии пишут российские генералы для украины из открытых источников известно о нескольких основных участках концентрации российских войск учить большое количество мото пехоты и десантников при поддержке танковых соединений оккупанты сосредоточили в луганской области на линии сватого криминная в донецкой области возле бахмута при поддержке артиллерийских соединений также работают пехотные части около угледара количество войск не такое большое но все равно достаточно для проведения наступательных операций и в запорожской области оккупанты сосредотачиваются в районах васильевки гуляй поля и орехова и похоже россияне перехватили часть инициативы на фронте и начали активнее атаковать об этом в эксклюзивном интервью рассказал военный аналитик из австрии том купер из того что я могу сказать это наступление продолжается уже неделю если не дольше я не ожидаю что оно будет большим это не будет каким-либо большим давлением на одном секторе линии фронта давление будет сохраняться на многих участках это то как действует российская армия учитывая украинское давление на их логистическую систему при этом россияне торопятся говорит военнослужащий в су историк юрий гудыменко и дело не только в западных танках которых боятся оккупанты путин хочет продемонстрировать хоть какие-то победы годовщине полномасштабного вторжения потому что их логика понятно если они сейчас проводят наступление фиксируются где-то на какой-то точке то теоретически потом с этой точки можно говорить и о своей победе на свою внутреннюю аудиторию и транслировать свои требования к нам так что разберем где будет по-настоящему жарко на каких направлениях наступления россиян маловероятно сообщение от 8 февраля институт изучения войны в вашингтоне констатируют на севере луганщины оккупанты сосредоточили значительные силы позволяющие им продвигаться вперед речь идет о части луганской области на участке между с ватовом и криминой здесь действуют крупные соединения 3 и 144 мотострелковых дивизий полк 90 танковой дивизии части 76 десантно-штурмовой дивизии к тому же в резерве находятся части 2 мотострелковой дивизии аналитики института изучения войны предполагают целью этого наступления может быть западное направление то есть город лиман донецкой области почему оккупанты выбрали именно этот участок потому что при необходимости это направление они могут оперативно усилить дополнительными соединениями разветвленная транспортная сеть на восточном направлении она позволяет использовать такой маневр но многое будет зависеть не только от планов россиян но и от действий наших вооруженных сил николай сунгуровский говорит сейчас преимущество в том что мы вовремя получаем информацию о перемещениях врага соответственно и можем прогнозировать его намерения но как далеко могут зайти россияне под бахмутом вагнеровцы регулярные российские войска окончательно доказали ставка делается фактически на массированные пехотные атаки единственный вопрос надолго ли при такой суицидальной тактике россии хватит личного состава очевидно очень долго потому что они могли воевать регулярными войсками полгода после начала полномасштабного вторжения затем была продолжающаяся мобилизация благодаря ей россия ежемесячно может присылать на фронт от 40 до 50 тысяч военных поэтому это позволяет ей держаться очень долго по меньшей мере еще год в то же время добавляет том купер украина до сих пор не имеет преимущества в тяжелом вооружении есть ли украины достаточно ресурсов чтобы перебить российские поставки техники и боеприпасов на фронт нет нужно больше вооружения артиллерии боеприпасы для хайморсов и ракетных систем дальнобойных боеприпасов для того чтобы уничтожать склады с российскими боеприпасами соответственно ближайшие недели на донбассе действительно будут тяжелыми но западные эксперты тоже понимают ситуацию оружие едет а высу очевидно надо продержаться до танковых поставок чтобы контратаковать однако единственный ли этот сценарий возможно ли наступление по другим направлениям вот так на границе с белоруссией готовятся украинские позиции весь последний год у соседей бесконечно шли совместные учения двух армий русской и белорусской однако наши эксперты говорят пока все выглядит так что российские войска в беларуси выполняют роль сдерживающего фактора и заставляют высу держать значительные силы на севере они использовать их на других угрожающих участках фронта и все же сбрасывать со счетов это направление не стоит хотя часто также говорят там нет инфраструктуры там нет накопления логистики тому подобное но давайте вспомним с апреля прошлого года там проходят учения и во время этих учений эта инфраструктура создавалась и что там остается провести это переброска скажем так скрытая переброска личного состава в санго предполагают россия может все-таки решиться на наступление севера но не на киев она западной области чтобы отрезать пути поставок вооружения но наступать там довольно тяжело том купер напоминает о логистике у них нет достаточной железнодорожной логистики для наступления с беларуси и она недостаточно развита в этом направлении а железная дорога она очень важно для большого наступления и это как раз касается восточной индустриальной украины хорошо соединенной с россией в плане железной дороги поэтому именно там будет большое наступление они не могут сделать тоже именно в харьковской черниговской и сумской областях тоже касается и киева на запорожском направлении оккупанты продолжают накапливать силы но там до сих пор нет достаточного количества ударных группировок и техники для хотя бы какого-то прорыва цель водокачка чипа садка поэтому очевидно что наибольшее давление будет сохраняться на донбассе но значит ли это что в суд должны перейти к обороне юрий гудыменко считает лучшей защитой будет внезапный удар потому что в таком случае они будут пытаться ликвидировать прорыв срывать личный состав и пытаться этот пожар как-то тушить какую бы тактику не выбрали высоко эксперты сходятся в том что путин как и в прошлом году переоценивает способности своей армии и единственное на что она способна это небольшое продвижение на 20-30 километров на отдельных участках ценой огромных потерь людей техники и следовательно определяющую роль должны сыграть западные поставки танков и дальнобойной артиллерии главное чтобы они шли вовремя и в достаточном объеме павел васильев специально для марафона на канале фридом а